В распоряжении Генеральной прокуроты Украины имеются документы, официально переданные нам американской юстиции. Я процитирую некоторые пункты иска, он так и называется, «Соединенные Штаты Америки против Лазаренко и его сообщников». Пункт 36 этого иска достоин того, чтобы его зацитировать. Во время пребывания Лазаренко на посту премьер-министра, единые энергетические системы Украины были особой корпорацией, обладавшей различными привилегиями, в том числе и полномочиями на поставки природного газа в Днепропетровскую область. Корпорация ЕСУ находилась под контролем Юлии Тимошенко и других сообщников Лазаренко. Начиная примерно с декабря 1995 года и до 1997 года, ЕСУ получала природный газ у Трау-Газпром по контрактам, заключенным согласно полномочиям корпорации. Кроме того, премьер-министр Украины Павел Лазаренко инициировал выдачу государственной гарантии на сумму 200 миллионов долларов на поставку природного газа в адрес ЕСУ. Таким образом, вынудив украинское правительство взять на себя долги ЕСУ перед Рау-Газпром. Продолжаю цитировать. Начиная с января 1996 года, корпорация ЕСУ передала права на импортный природный газ компании United Energy International, владельцу 85% акций ЕСУ. Корпорация была основана в 1995 году по распоряжению Юлии Тимошенко. Компания незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией ЕСУ, на банковские счета, принадлежащие компании United Energy International. Вместо того, чтобы заплатить Рау-Газпром за поставленный газ деньгами, компания United Energy International перевела приблизительно 140 миллионов долларов кипрской компании Somali Enterprises. Внимание! Кипрской компании Somali Enterprises. Зарегистрированный на Кипре и находившийся под контролем Юлии Тимошенко. В дальнейшем Тимошенко и ее сообщники использовали подконтрольные им предприятия ЕСУ Somali для осуществления платежей в адрес Лазаренко на сумму по крайней мере в 162 миллиона долларов «Лазаренко получил такие средства благодаря должности правительственного чиновника в Украине». Это цитаты выдержки из иска Соединенных Штатов Лазаренко и его сообщников. Документы переданы Украине официально органами юстиции Соединенных Штатов Америки и изучаются в рамках уголовного дела. И последний вопрос, который часто задают журналисты, следователи. А в чем же личная заинтересованность Эмошенко? А доказано ли ее обогащение? И связаны ли эти контракты с личными какими-то благами? Но скажите, если человек, управляя корпорацией и имея долги в 400 миллионов, подписывает газовые контракты, не уведомляя общество о своих долгах, и не платит по долгам, и пытается повесить эти долги на государственный бюджет Украины, то скажите, это заинтересованность личная или нет? Есть здесь коррупционная составляющая или нет? Но и это еще не все. Следствие располагает документами, подтверждающими перечисление денег с компанией Somali Enterprises в личное распоряжение Юлии Тимошенко. Мы имеем банковскую карточку и распечатку расходов с этой карточки лично Тимошенко Юлия Владимировна. Прощаю внимание, что карточка была выдана банкам по документам компании Somali Enterprises. Только по исследованным данным следствиям Юлия Владимировна потратила более в пределах миллиона долларов США на личные нужды. Что имеется в виду под личными нуждами? Оплата в магазинах, в ресторанах, приобретение мехов, шуб – это деньги компании Somali. А как деньги поступали на счета компании Somali, вы уже слышали, эти факты были установлены американскими прокурорами. Именно с компанией Somali деньги поступали в качестве взяток Лазаренко.